Идеи молодежи в законодательное решение. В округе начал работу 8-й состав общественной молодежной палаты при собрании депутатов Нинецкого округа. В ее состав вошли 15 человек, еще 4 определены в резерв. Ранее было всего 13 членов. Общественная молодежная палата в округе работает с 2007 года и в следующем году отметит свое десятилетие. Медики, преподаватели, инженеры, электрики, казначеи и многие другие представители активной молодежи вошли в состав общественной палаты этого созыва. Каждый из них прошел жесткий отбор, доказав, что именно он достоин отстаивать интересы молодежи на законодательном уровне региона. Действительно, все мы когда-то делали первые шаги. Кто-то в политике, кто-то в профессии, кто-то в бизнесе. И вы сегодня делаете первый шаг, можно сказать, в большую политику. Вам предстоит работать в этом составе два года. И я думаю, что вы действительно получите уникальный опыт создания, разработки, воплощения проектов, изучения механизмов принятия решения и проверки на жизнеспособность своих идей. Идей у членов палаты много. Какой они видят свою работу, рассказали претенденты на должность председателя молодежного законотворческого органа. Выбирали из четырех претендентов путем рейтингового голосования. Наиболее убедительным оказался Александр Ковязин. Он работает заведующим отделением спортивной медицины. Поэтому упор в работе планируют сделать на популяризации здорового образа жизни, физкультуры и спорта в молодежной среде. А также усилить контроль в сфере ЖКХ, развивать образование и науку. Особое внимание Александр Ковязин заострил на проблемах молодежного предпринимательства. Развитие предпринимательства – это дополнительные рабочие места, дополнительный доход от предпринимательской деятельности в бюджет региона, развитие региона. Для того, чтобы молодежь хотела заниматься бизнесом, необходимо создавать условия, стимулирующие к ведению предпринимательской деятельности. Необходимо принять программу поддержки малого предпринимательства, проводить круглые столы, семинары, конкурсы. Учитывая, что значительная часть стартапов в итоге не находит реализации, ликвидируется, необходимо предусмотреть программу оздоровления, молодёжного предпринимательства и помощи в случае банкротства или других финансо-экономических трудностей. Для решения проблем в молодёжной среде в общественной молодёжной палате создали три комиссии по социальной политике, экономическому и законодательству. Работу последней вместе с председателем комиссии Максимом Свиридовым будет курировать законодатель Виктор Кмить. Следующее заседание молодые парламентарии проведут в неформальной обстановке, после чего соберутся для обсуждения вопросов повестки дня.